слава тебе боже наш слава тебе царю небесную тешителю души истинной же везде сои ся исполняя сокровища благих и жизни подателю приди и вселись явный и очисти на всякие скверные спаси блаже души наша святые боже святые крепкие святые бессмертные помилуй нас святые боже святые крепкие святые бессмертные помилуй нас святые боже святые крепкие святые бессмертные помилуй нас слава отцу и сыну и святому духу и ныне и приистине во веки веков аминь пресвятая троица помилуй нас господи очисти грехи наша владыка прости беззаконие наши цветы и посетить или немощи нашей имени твоего ради господи помилуй господи помилуй господи помилуй слава отцу и сыну и святому духу и ныне и приисны и во веки веков. Аминь. Отче наш, ижеиси на небесе, да святится, имя Твое да приидит, царствие Твое да будет воля Твое, как он на небесе и на земле. Плеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, как же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лука Богом. Ибо Твое старство и силы и слава во веки. Аминь. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и приисны и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподим Христу цареве нашему Богу, Придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконий Мои. Многократно мой меня от беззакония Моего, от греха Моего очисти меня, ибо беззакония Мои я сознаю грех Мои всегда предо Мною. Тебе, Тебе, Динамус и грешил, и лукаво пред очами Твоими сделал, так что Ты пройден приговори Твоими через суде Твоем. Вот я беззакония и зачатывая грехи родила меня, мать моя, вот Ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость Твою. Окрепи меня и соком, и будучи истомой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радости и веселья, и возрадуются кости Тобой сокрушенные. Отврати лица и Твоих грехов моих, и сгладь себе закония Мои. Сердце чистое сотвори во мне Божий Дух, правый обнови внутри меня. Не отверни меня от лица Твоего, и Духа Твоего, Святаго, не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и Духа Младычественным, утверди меня. Научу беззаконных путян, и мы нечестивее к Тебе обратятся, и избавь меня от кровей. Боже, Боже, спасение моего, и язык мой схвалит правду Твою. Господи, отверзуй уста мою, и уста мои возвестят хвалу Твою, ибо жертву Ты не желаешь, я дал бы ее к всесожжению, и не благоволишь. Жертва Бога Дух сокрушенная, и сердце сокрушенного, и смиренного Ты не презрешь Божия. А благодетельствуй, Господи, по благоволению Твоему сел, воздвигни стены Иерусалима. Тогда благоугодно будут Тебе жертвы правды и возношения и всесожжения. Тогда возложи отнал арковый тельцо. Полною морскую, скрывши древле гонителя мучителя, под землею скрыши спасенный потрацы, но мы, як и от раковицы, Господи, Випаим, славный Бог, прославися. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Господи, Боже мой, исходное пение и надгробную Тебе письмо спою, погребением Твоим, жизнью мое, ходоотвершему, и смертью смертью от умертвившему. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Горетя на престоле, доли во гробе, Ты мирная и подземная, помышляющая, спаси мой, зыбляхуйся умершлением Твоим. По чуму обоведен был и смерть, живоначальниче, помилуй мя, Боже, помилуй мя. Дай Тя славы вся исполниша, сшелый си в нижней земли, от Тебе, Боже, вскрыся состав мой, и живоотдами, и погребеем, и стревшими, обновляющий человека, люкчеем. Тебе на водах повесившего всю землю неодержимо, Твай видевши налогнем висимо, ужасом многим содрогавшийся, не свят, разве Тебе, Господи, и взывающая, помилуй мя, Боже, помилуй мя. Образы погребения Твоего показал Еси, введение умножив, ныне же сокровенные Твоя богоможная, выяснил Еси, и сущим в Аде, владыка, не свят, разве Тебе, Господи, и взывающий, помилуй мя, Боже, помилуй мя. Простерлась и глани, соединилась и древле расстоящаяся одеянием же спаси, ежеплащеницей и во гробе, а каванной разрешилась и не свят, разве Тебе, Господи, и взывающая, помилуй мя, Боже, помилуй мя. Глубом и печать не не вместиме содержим было сихотением, ибо силу Твою действию показалось и богодействию напоющим, не свят, разве Тебе, Господи, и человек, любче, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пристно и вовеки. Аминь. Гроб Твой спаси войне стригущие, метки от облистания явщегося ангела выша, проповедующая жена воскресенье Тебе славен тли потребителя, Тебе припадаем воскресшему из гроба и единому Богу нашему. На кресте Твое божественное истощание, провидя вакуум, ужасе вопияше, Ты сильный пресек, и сидержа у блажей, приобщаясь о сущем ваде, яков всесилен. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Седьмый день дней сосветился, и Боже древле благословилось и упокоением дел, приводишь ибо всячески обновляешь и субботствуя, спаси мой, и назидая. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Силой лучшего, победившего Тебе, от плоти душа Твоя разделись, растерзающий был боярусый, смерть и ада, слове державы Твоей. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Отсловия средь Тебя горчися, человека зря обожена, уязвлена ранами и всесильнодетеля, страшным же зраковым погибе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне пресной во веки веков. Аминь. Богоявление Твоего Христе к нам, милостивного бывшего Исаия Светведи в тень вечерний и злощей утреннего взывавшие. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Новотворивший земные Создателю, перстен бит, и плащаница и гроб являют те же к Тебе слове таинства, благообразный боссоветник. Тебе родший боссовет образует, Тебе велелепного новотворящего мя. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Смертью смертной погребением тленная предлагаешь и нетленно творишь ибо боголепно, а бессмертно твори оприятие. Вплоть бы Твоей стления не видя, владыко, ниже душа Твоя в Аде страннолепно оставлена бысь. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Из небрачно прошед и пробаден в ребра садетелю мой. Из нея садилась и обновление Евина, а дам бы их уснув по частиства сном естественным. И жизнь воздвигнув под сна и тление, як во все силе слава Цою Сыну и Святому Духу, и ныне пресны и вовеки веков. Аминь. Яд бысь, но не удержан в персиях китовых иона, твой бы образнося, страдавший бы погребенью давший быся. Яко чертога от зверя языки, приглашение же пустодей, храняющие суетно и ложное, милостью оставили истин. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Бен был истин, но не разделился истисловие. Где же причастился истин, плоти, а чьи бы разорися твой храм во время страсти. Но и так поединен бе состав божества и плоти твоя, в боях, бой един истин. Слово Божие, Бог и Человек. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Человек убийственно, но не богоубийственно, быстрик грешения данного. А чьи бы и пострадатая, плоти, перстное существо. Но божество, бесстрастно прибысь. Тление же твое на нетление приложилось. И нетленное жизни показал исти источник воскресенья. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Царствует ад, но не вечное над родом человеческим. Ты бы положишься во гробе державне, живоначальную дланью. Смерть и ключи развергайся. И проповедовалась я от века там и спящим избавление неложное. Быв спаси мертвым первенец. В бездну заключивый, мертвый зреца. И с мирную плащаницу обвився во гробе полагается, Яко смертный, бессмертный. Жены же приидоша помазать его миром, Плачущая, горький, вопиющая. Сия суббота есть преблагословенная. В ней же Христов уснул в воскресне тренивен. Содержайся, на крест вознесейся, и рыдается тварь. Того видишь, и наговись еще на древе. Солнце лучи сокры, и звезды отложивши свет. Земля же со многим страхом поколевайся, И море побежи, и камень не распадейся. Грабись же мнозе отверзушися эти леса, Воссташи святых мужей. А к низу стенет иудеи советуют И клеветать их Христово воскресенье. Жены же взывают сия суббота есть преблагословенная. В ней Христос уснул в воскресне тренивен. Неизреченное чудо в печи Избавивай преподобные отроки из пламени. Во гробе мер бездыханин полагается Во спасение нас поющих избавителю Божию. Благословен Исей, помилуй мя Божий, помилуй мя. Уязвись от сердца прием, Уязвенного копия в ребра, И воздыхает огнем божественным, Иждеваем во спасение нас поющих. Избавителю Божию благословен Исей, Помилуй мя Божий, помилуй мя. Богат гроб тебе, Бо приемеха, спящегося деятеля, Жизни божественное сокровище, Показайся во спасение нас поющих. Избавителю Божию благословен Исей, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне и приискно, и во веки веков. Аминь. Ужаснись и боясь неба, И да подвижется основание земли, Себу мертвец их меняется, Вышний живей. И во гроб мал странно приемлется, И Боже, отрацы благословите, Священнице, воспойте, Люди превозносите во все веки, Помилуй мя Божие, помилуй мя. Разрушился причистый храм, Падшую же совоставляет, Скини Адаму по первому вторы, И же Вышний живей, Сниди даже да да вы сокровище, Его же отрацы благословите, Священнице, воспойте, Люди превозносите во все веки, Помилуй мя Божие, помилуй мя. Перстодерзость учеников, А Римафей же изрядствует Иосиф, Метка бы и нага, Зря над всеми Бога, Просит и погребает за вы. Отрацы благословите, Священнице, воспойте, Люди превозносите во все веки, Слава отцу и сыну и святому духу, И ныне и пристанье во веки веков, аминь. Не рыдай имени мати, Зрящей во гробе, Его же во чреве бессемене зачылайся сына, Восстану мой, прославлюсь я, Вознесусь со славой непрестанно, Яко Бог, верою и любовью Тя величающий я. Помилуй мя Божие, помилуй мя, Странним Твоем рождестве, Болезни избежавшей, Починь естества обложився безначально сыне, Ныне житя Божие мой бездыханно, Зряще мертво оружием, Печали растерзаюся люте, Но воскресни я, Куда возвеличуся. Помилуй мя Божие, помилуй мя, Земля покрывает мя хотящая, Но устрашаются адовы в раднице, И одея навидевшей одеждой, Укрывавленную мать от мщения, Прогибу крестом, Поразив я, ка Бог, Воскресну пати и возвеличу тебя. Помилуй мя Божие, помилуй мя, Дорадуется тварь, Довеселятся все земнородни, Враг был, пленися, С мир и жены досретают, Адама, Саевы, Избавляю все родно, И третий день воскресну, Слава отцу и сыну, Святому духу, И ныне и пресной, И вовеки веков. Аминь. Аминь. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, Помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, Помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, Помилуй нас. Слава отцу и сыну, И святому духу, И ныне и пресной, И вовеки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, владыка, прости беззаконие наши, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу и ныне, и принц на веки веков, аминь. Отче наш, иже исти на небесе, да святится имя Твое, да придет Царство, и Тебя добудет воля Твоя, якобы на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дай нам днись, и остави нам долги наши, как же мы оставляем должником нашим, и не введи нас в свои искушения, но избави нас от лука Бога. Ибо Твоя из Царства и Силы и Слава вовеки. Аминь. Игда снишилась и к смерти животей бессмертной, тогда отумертвилась и блистание божества, игда же умершая от преисподних воскресилась и вся сила небесная в забавку. Жизнодавче Христе Божий наш, слава Тебе. 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 Христос воскресе! Жизнодавче Христе Божий наш, слава Тебе. 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 в небеси, Христос Бог нас приведет, победную поющую. Христос воскресе из мертвых, очисти чувства я и узли мне преступным светом воскресенья. Христа блистающийся и радуйки вся векуща, ясно услышим победную поющую. Христос воскресе из мертвых, небеса оба достойна для веселяться, земля же да радуется, да празднуют же невидимы, же ты все невидимы, Христос Бог восстал веселее вечно. Идите пиво, пием новое, и не от камени неплотно чудо деемое, но не трения источник из гроба, дождивши Христа. В нем же утверждается Христос воскресе из мертвых, ныне вся исполнившихся света, небо же и земля, и преисподняя, я, да празднуют тупо все твое восстание Христово, в нем же утверждается Христос воскресе из мертвых, Христос воскресе. Христос воскресе Глава 215, Христос воскресе Воскресе! Боже, все упополняет, раздет и безвестную трубу, Я неся, Христос, яка, человек же, агнец на речейся, Не порочит же, яка, не пусть и смерти, Наша паса, яков, Бог истинен, совершен и честя. Христос воскресе из метвы, яков, иди на летний агнец, Благословенный нам венец Христос, Болею за всех заклан быть, Пасха очистительная, И паки из гроба красной, и правды нам воссия солнце, Христос воскресе из метвы, Бога Отец употребит, пред сильным ковчегом с кахашей играя, Люди же Божьи святые, образов веки и зрячей, Веселимся в божественне, яков, воскресе, Христос, яков, истинен. Блиннюю, утреннюю, глубоко, и вместо мира песть принесем ладыце, И Христа узли, и правды солнце, всем жизнь воссияюща. Христос воскресе из метвы, Безмерное Твое благоутробие, Адовыми узами задержиме и зрячей, К свету и дягу к кресте веселыми ногами, Пасху хвалящим вечную. Христос воскресе из мертвых, Преступен священному сними, Сходящий Христу из гроба, яков, жениху, И празднуем в рюмопрозбе с бедными чинами, Пасху Божию спасительную. Снишелись и преисподняя земли, Сокрушелись и лилии вечная, Содержащие связанные Христе И тредневен ягодки Таиона, Воскреснись и от гроба. Христос воскресе из мертвых, Сохранитель на знамение Христе, Воскреснись и от гроба. Ключи девы, нивы, кивы, В рождестве Твоем, И отверзлись и на праздние двери. Христос воскресе из мертвых, Славь всему живой и жених, Женственное закаление, Яков, Бог, сам себе волею, Привет Отцу, За воскресе силы сей, Всеротного Адама, Воскрес от гроба. Христос воскресе из мертвых, И отверзлись и бессмертнее, Но от дому разрушились и силу, И воскресе из ядов, Победите в Христе Божие, Женам мира носиться, Вещавы, разуйтесь, И Твоим апостолам мне даруяй, Большим подаяй воскресенье. Иже прежде солнце, солнце зашедшее, и нога вокруг При дворишах, аутру ищущих, охранни мироносец и девы И друга погрузива в пияху от другини Придите вонями, помажем тело живоносное и погребенное Вот воскресившего падшего Адама, лежащую во гробе И дем почимся, я тоже в Москве поклонимся И принесем мир, я кодары не пили нахну плащеницы обитаму И плачем, и воззапеем, о владыке восстанье падшим, падая воскресенье В воскресенье Христова видевшим, поклонимся святому Господу Иисусу, и имя Богу и грешному Кресту Твоему поклоняемся к кресте И святое воскресенье Твое поем и славим Ты мой, если Бог наш, разве Тебе много не знаем И имя Твоим именуем Придите всеверный И поклонимся к святому Христу воскресенье И святое воскресенье Твое поем и славим И святое воскресенье Твое поем и славим Ты мой, если Бог наш, разве Тебе много не знаем И имя Твоим именуем Придите всеверный И поклонимся к святому Христову воскресенье И свято приидит Христом радость всему миру Всегда благословящий Господа Твое воскресенье Его Распять Его Он претерпев Смерть Смерть разрушен В воскресенье Христово видишь Поклонимся к святому Господу Иисусу И единому безгрешному Кресту Твоему поклоняемся В Христе И святое воскресенье Твое поем и славим Ты мой, если Бог наш, разве Тебе много не знаем Имя Твое именуем Придите всеверный Поклонимся к святому Христову воскресенье Всегда благословящий Господа Всегда благословящий Господа Твое воскресенье Его Распять Его Претерпев Смерть Смерть разрушен Воскресенье 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 И от пищи И от пищи избавивы И вывчил на грех Стражденья по смерти И страстью смертное И от пищи 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был как молния, и одежда его вела как снег. Устрашившись его, стригущие пришли в трепет и стали как мертвые. Ангел, же обратив речь к женщинам, сказал, не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал, пойдите, посмотрите место, где лежал Иисус, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там Его увидите. Вот я сказал вам. И выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам Его. Когда же шли они возвестить ученикам Его, Иисус встретил их и сказал, радуйтесь. И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус, не бойтесь, пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня. Когда же они шли, то некоторые стажи, войдя в город, объявили перед священником о всем бывшем. И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам. И сказали, скажите, что ученики Его, придя ночью, украли Его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим Его и вас от неприятностей избавим. Они, взяв деньги, поступили, как научены были. И пронеслось слово сие между иудеями до сего дня. Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. И, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились. И приблизившийся Иисус сказал им, дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы крестяек во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И все Я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. О тридневном воскресении Господа нашего Иисуса Христа. Слово Иоанна Златоустого. Воскрес Господь наш Иисус Христос в третий день, даруя миру жизнь. И вот некоторые стражи, придя к иудеям, сказали, воскрес из мертвых Иисус, называемый Христом. И говорят неразумные иудеи воинам, почему вы не удержали его? Говорят воины, вы, удержав его, какую получали пользу, кроме вреда для ваших душ? Он сказал, что должно мне уметь и в третий день воскреснуть, и это исполнить, воскреснув из мертвых со многой славой. Говорят неблагодарные иудеи, вы получили деньги от учеников его и выдали его тело. И говорят воины, у вас такое неверие, беззаконники. Вы не поверили его слову, что должны ему умереть и в третий день воскреснуть. Горе вам иудеи, так как он теперь пришел. И вы не поверили ему, для того пришедшему, чтобы исполнилось все Писание, говорящие о нем. Когда он придет второй раз опять, что вы будете делать беззаконники? И как мы могли удержать его, когда сделались мертвыми от страха славы его? При воскресении его поколебалось место с оснований, и воинства ангелов окружили божественный гроб его. И подойдя один ангел, отодвинул камень от двери гроба. И вот вышел Иисус, как из чертога, блестяк, как молния. И мы услышали, что ангел говорил женщинам, не бойтесь вы. Идите, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых, и что он предшествует вам в Галилее, там его увидите. Итак, вот он в Галилее. Если можете, идите, удержите его. Вот мы сказали вам истину, которую услышали от ангела. Иудеи, услышав эти слова, стали как мертвые от страха и изумления, и, переглянувшись между собой, дали достаточно серебрянько воинов и просили их словами. Скажите, что ученики его придя ночью, украли его, когда мы спали. Если услышит об этом начальник, мы убедим его и вас сделаем безответственными. О беззаконные иудеи, кто убедит целый мир. Горе вам, жалкие, что замыслили лукавый совет, что были названы детьми, но стали собаками. Горе вам, жестоковыенные и необрезанные, что, будучи избранным народом Божиим, стали волками и изощрели зубы против ангца Божия и стали чуждыми славы его. Горе вам, неразумные, что возлюбили ад и вечный огонь. Ад, после выхода, находившийся в его сокровищницах, принимает вас вместо них со словами. Не успокоится ли кто-нибудь из евреев, которые подняли руку против Христа и меня сделали пленником? Если бы они не замыслили лукавство против Господа, и я бы не пострадал так, когда приму их, спущу их в самые нижние свои части, где отец и дьявол заключен в вечный огонь и с неусыпным червем, чтобы не вооружались против Господа славы и не говорили бы неправды против Бога и не поднимали бы на высоту гордости свой рог. Горе вам, несчастные идеи, что оставив свет, возлюбили тьму. А в вас сказал пророк Исаия, горе тем, которые зло называют добром и добро злом, тьму почитают светом и свет тьмою, горькое почитают сладким и сладкое горьким. Исаия 5.20 Горе вам, несчастные идеи, когда увидите, что древу, на котором вы распяли Господа, поклоняется мир. И в день воскресения и второго пришествия своего идет Господь на облаках небесных, окруженный копеносцами ангелами, и вас осуждает. Горе вам, Идея, что держите между собой лукавый совет умертветь бессмертного. Он живет вечно. А вы умерли в неверии и не поверили слову блаженного Павла. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятву», Галатам 3.13. Но мы, оставив злых и непокорных иудеев, пойдем к свету солнца правды и с радостью примем воскресение Господа. «Итак, воскрес Господь наш Иисус Христос из мертвых, и встретили его две жены, то есть Мария Магдалина и другая Мария, которая есть матери Иисуса, и поклонились ему, что же он. «Не бойтесь, но пойдите, скажите братьям моим и Петру, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня». Матфея 28.10. «Итак, эти жены первыми приняли от него радость и поспешили проповедовать апостолам о его воскресении. И отошли к себе, получив радость от владыки твари. Мария Магдалина опять пришла к огробу, и, не найдя его, услышала ангеловский голос, повторяющий то, что она слышала, и о Господа, что он предваряет в Галилее, и, обратившись, видит, что Господь говорит ей. «Думая, что он в страж сада спрашивает, не знает ли Христос положен?» Иисус говорит ей. «Мария, чего ты плачешь, чего ищешь? Перестань плакать, приняв радость. Где радость, исчезли мрачные слезы? Где радость, убегает потупленная скорь? Где радость, нет печали? Где радость, знаки веселья? Я сын Девы. Я Иисус, победитель Адам. Я победитель мира. Я опустошитель Ада. Я Иисус, благовестивший мертвым надежду воскресения. Я добровольно претерпевший крест за спасение мира. Я Иисус, тридненно воскресший из мертвых, как предсказал, и произнесший вам, радуйся. Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут». Матфея 24, 35. Я Иисус, одеватель крещаемых, и обо мне Павел возглашал. «Все вы во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись». Галатам 3, 27. Я Иисус, невестоводитель просвещенных. Я Иисус, жених церкви. Я Иисус, податель мира и веселья. Перестаньте плакать и оденьтесь в радость. Перестаньте сетовать и благовестить апостолам. Это день, который я удалил со всякого лица слезу. Это день победы над смертью и жизненных для находившейся в Аде. Это день, который я, первородный, воскрес из мертвых и доставил миру радость. Это день, который Петру и остальным апостолам я объявляю через вас Евангелие моего воскресения. И пойдите скорее, скажите ученикам моего, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там его увидите. Матфея 28, 7. Видишь, милосердие ладыки. Он не назвал по имени ни одного из апостолов, кроме Петра. Почему, Господи, ты назвал только его имя? Почему? Слушай, почему я назвал только его по имени? Потому что остальные не сказали. Если нам нужно будет умереть с тобой, мы не отречемся от тебя. А он сказал, и отрекся от меня трижды. Но, раскаившись, горько плакал. Должно быть, он боится подойти к лицу моему, думая, что не отпущен грех. Вследствие этого я сказал и Петру, чтобы не колеблясь, шел с остальными моими учениками и увидит меня. Скажите, Петрух, чтобы он нисколько не робел. Я не умолил тебя пред сонным апостольским. Хотя Иоанна я люблю и поручил ему, как непорочному, свою матью и приклести. Однако и тебе я дал ключи Царства Небесного. Ты нисколько не робей-то идти ко мне. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. Матфея 16, 19. Не бойся, Петр, я не отстранил тебя от председательства между соучениками твоими. И что я тебе обещал, исполню. На твоей вере твердой, как камень, я создам церковь свою, и врата ада не одолеют ее. Ты будешь пастырем овец. Ты будешь спасти в моих акциях. Ты станешь направо от меня, как военачальник. Не бойся, что ты отрекся от меня. Я видел твои слезы и отпустил твой грех. Было бы хорошо Иудии, предавшему меня, если бы он не удавился и покаялся. Я Бог кающихся. Для того я сошел на землю, чтобы даровать миру покаяние. Матарям и блудницам я так много простил грехов, и тебе ли я не прощу одного? Я люблю кающихся. Вспомнил, что я плакал об Иудии и не желал его погибели. Ему было бы хорошо, если бы когда бросил сребренький в храме, не удавился и покаялся. Но так как он остался без покаяния, за это мучится вечно. А ты не бойся. Я видел твои слезы и отпустил тебе грех. Давиду, совершившему два нечействия, прелюбодействуя, убийство, я просил и возвел в прежний чин пророчества. И тебе ли нет по еще одного греха, покинувшему все, что приобрел. Петр. Это я сказал. На небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся. Лука 15, 7. Это я сказал. Приедите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Матфея 11, 28. Хорошо было бы Иуде, если бы обратился ко мне, не удавился, не погубил бы себя самого. Его грех я пригвоздил бы ко кресту. Он сам пред собою был виновен. Я даже не проклял его. Скорее, подобно остальным, его умыл ноги и его удалил от хлеба и чаши. Ни в чем бы его не обвинил, если бы как-нибудь он пришел к покаянию. Но не пожелал он прийти к сознанию своего греха, а ты покаялся. Не бойся прийти ко мне на глаза с учениками твоими. Настолько тебя я не умолил, что даже тень твоя в состоянии исцелять больных. И посмотри на человеколюбие Божие. Через этих жен он благовестит ученикам. И особенно обесчестенный через послушание Евы, пол веден к чести и благим надеждам. Вы видели, какой честью удостоились жены за свое усердие. Будем подражать им в ревности и мы, и мужи, и жены. И посели и почтим день воскресения. Как они оставались всю ночь до времени воскресения, мы останемся не с миром и ароматами чувственными, но с благоуханием благих дел и лучшей жизни, с напряженной молитвой, с исповедованием грехов. Как они получили в награду за терпение то, что раньше всех остальных удостоились видеть его после воскресения. Удержать ноги и поклониться так возможно и каждому из нас, если пожелаем удержать не только ноги, но и всего его. Только если наперед очистим мысль от всякого житейского помысла, смыв грязь грехов слезами и милостыней. В тот особенный час, когда подходим со страхом и трепетом к ужасной трапезе, приблизимся к божественным тайнам, отогнав от своей мысли всякое волнение и смущение и в мире со всеми. Подходя, пусть никто не имеет внутри себя порочных помыслов, ни коварства против ближнего своего. Пусть не подходит ни порочный, ни блудник, ни ругатель, ни братоненавистник, ни сребролюбец, ни прелюбодей, ни пьяница, ни корыстолюбец, ни мужеложник, ни завистник, ни вор, ни злоумышленник, чтобы не получить для себя осуждение. Призываю всех вас показать себе многую любовь, многое благоговение, многое сокрушение, чтобы и вам понести для себя щедрую награду и быть в состоянии не только ноги удержать и руки, но и голову для наслаждения теми страшными и несказанными тайнами. Только если с чистой совестью будем участвовать в непорочных тайнах, и не здесь только будем жить в чистоте, но и в тот день будем в состоянии увидеть его идущим неизреченной той славе и с соммом ангельским. Если пожелаем быть кроткими и братолюбивыми, и не только увидим его, но и сделаемся храмом его, как сказал Господь, и поставлю жилище мое среди вас, и буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, Левитом 26.12. И не только услышим от него радуйтесь, как он сказал жёнам, но даже слова удостаивающие царство. «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, готованное вам от создания мира» Матфея 25.34. «Да будет, чтобы мы все удостоились этих слов благодатью и человеколюбиям Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава ныне и пресна и во веки веков. Аминь». Христос воскресе! Христос воскресе! Глаз первый. Всякое дыхание доквали Господа. Всякое дыхание доквали Господа, хвалите Господа с небес, хвалите Его, Вышник, Тебе подавай, ведь Богу, хвалите Его, все ангелы Его, хвалите Его, вся сила Его, Хвалите Его, хвалите Его, хвалите Его, по множеству величества Его, Поем Твою Христе, спасительную страсти, славим Твое воскресенье! Хвалите Его, огласие трубнию, хвалите Его, об сотвере и гуслих! Хвалите Его, об сотвере и гуслих! Хрест претерпевый, смертью празднивый и воскреси измертих! Умири нашу жизнь, Господи, як один всесилен! Хвалите Его в тембане и лице, хвалите Его, от трубок и органе! А да пленивый человек, воскреси, воскресенье Твоим в Христе, сподобенный чистым сердцем Тебе петь и славите! Хвалите Его, в кем валик доброгласный, хвалите Его, в кем валик воскресенье, всякое дыхание доквалит Господа! Боголетное Твое снисхожденье, славящее поемте о Христе! Родился и сядевый, неразлучен боевый сердца! Пострадал и сияко человек, и волею претерпел и си крест! Воскресся, гроба, якого чертога пришед! Да спасеши мир, Господи, слава Тебе! Да воскреснет Бог, и распрощался в Россию! Пасха священная нам не испоказався! Пасха нова святая! Пасха таинственная! Пасха всечестная! Пасха Христос Избавитель! Пасха непорочная! Пасха Великая! Пасха Верный! Пасха Веросте нам отвязающая! Пасха всех освящающая верный! Он исчезает дым, да исчезнут! Придите повезенье, Жирное и Благовестнице! И в Сирону в цвете Ты ими от поздравности Владовича Небоскресения Христова Красуйся, рекой, Ты радуйся Иерусалиме Царя Христа, воздревность Другая Пожия, как происходящая Так вот, а погибнут Решницы от лица Божия Праведницы, дабы, взвеселяться Мироносицы жены Утру глубоку Представши гробу живодаться А притоша ангела На камене сидяща И той родыща Сице глаголше Что ищите живода в смертве ли Что плачете не треногово ли Жеши проповедите учеником Его Сильи и Боже сотвори, Господь, возрадуемся И возрадуемся Пасха Красная Пасха Господня Пасха Пасха Всечестная Пасхаивать Два Господи, я Христос, Живи радости, исполни глаголя, Проповедитель апостолом, Слава Церкви Святому Духу и ныне, Крестный во великие веков. Аминь. В воскресенье день, и просветимся торжеством, И друг друга обымем. Церкви и ненавидящим нас, Простимся воскресенье, и таково запиим. Христос воскресе из мертвых, Смертью смерть поправ, Исущим во грабе живота рвав, Христос воскресе из мертвых, Смертью смерть поправ, Исущим во грабе живота рвав, Христос воскресе из мертвых, Смертью смерть поправ, Исущим во грабе живота рвав. Деяния святых апостолов, Чтение. Первую книгу написал тебе Феофил о всем, Что Иисус сделал и чему учил от начала до того дня, Который он вознесся, Дав святым духом повеления апостолам, Которых он избрал, Которым и явил себя живым постраданием своим, Со многими верными доказательствами, Продолжение сорока дней являясь им и говоря о Царстве Божием. И собрав их, он повелел им, Не отлучайтесь из Иерусалима, Нарождите обещанного от Отца, О чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, А вы через несколько дней после сего Будете крещены духом святым. Посему они садясь спрашивали его, Говоря, они всеели время Господи, Восстанавливаешь ты царство Израилю? Он же сказал им, Не ваше дело знать времена или сроки, Которые отец положил в свои власти. Но вы и примете силу, Когда сойдет на вас дух святый, И будете мне свидетелями у Иерусалима, И во всей Иудеи, И Самарии, И даже до края земли. Огласительное слово на Пасху святителя Иоанна Затауста. Если кто благочестив и любит Бога, Пусть насладится этим светлым торжеством. Если кто раб благоразумный, Пусть исполнится радости Господа своего. Если кто утомился от поста, Пусть примет ныне награду. Если кто с первого часа работал, Пусть получит ныне должное вознаграждение. Если кто после шестого часа явился, Пусть не сомневается, Потому что ничего не теряет. Если кто замедлил до девятого часа, Пусть является без всякого опасения. Если кто пришел только в одиннадцатый час, Пусть не страшится замедление, Так как щедрый владыка И последнего принимает наравне с первым. Дает отдых в одиннадцатый час пришедшему, Равно как и работавшему с первого часа. И последнего милует, И о первом заботится, И тому платит, и этому дарит, И дело ценит, и расположение хвалит. Поэтому войдите все в радость Господа нашего, И первые, и вторые мзду получите, Богатые и бедные друг с другом ликуйте, Воздержанные и нерадивые день почтите, Постившиеся и не постившиеся, Возвеселитесь сегодня, Трапеза полна пищи, Наслаждайтесь все, Телец огромный, Пусть никто не уйдет голодным, Все пользуйтесь богатством благости, Никто пусть не плачет от бедности, Потому что явилось общее царство, Никто пусть не оплакивает согрешений, Прощение воссияло из гроба, Никто пусть не страшится смерти, Потому что освободила нас смерть спасителя. Схваченный ею попрал ее, Сошедшего отпленил ад, Огорчил его, Вкусивший от плоти его. Это Исаия предвидел, Когда взывал. Ад говорит, Огорчился, Исаия 14,9, Встретив тебя в преисподней, Он огорчился, Потому что потерпел поражение, Огорчился, Потому что потерпел посмеяние, Взял тело, А нашел Бога, Взял землю, А встретил небо, Взял то, что видел, А напал на то, чего не видел. Смерть, Где твоя жало? Ад, Где твоя победа? Воскрес Христос, И ты незвержен, Воскрес Христос, И пали демоны, Воскрес Христос, И радуются ангелы, Воскрес Христос, И нет ни одного мертвого в огробе, Христос, воскресший из мертвых, Стал начатком умерших, Ему слава и держава во веки и веков. Аминь. Христос, воскресе! Во истину, воскресе! Пусть твои дни, Тоже светлая страна, Во сиявшей благодать вселенную просвети, Неслепролюбия мира, Весокровище снизка, Высоту нам спередно мудрее показав, Но твоими словами сына, Заказуя очи, а не златоусте, Моли слава Христа Бога, Спастись от душам нашим. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Помилуй нас! Христос, воскресе из мертвых, Смертью смерть поправ, Иисусе во грабе живо даровал, Христос, воскресе из мертвых, Смертью смерть поправ, Иисусе во грабе живо даровал, Христос, воскресе из мертвых, Смертью смерть поправ, Иисусе во грабе живо даровал, В воскресенье Христот, Боеведичей, Поклонимся Святому Господу Иисусу, Единому безгрешному, Квисту твоему поклоняемся Христе, И чисто твое воскресенье твое поем и славим, Ты, Боисий Бог наш, разве Тебе много не знаем, имя Твое именует. Прийдите все верные, поклонимся Святому Христову Воскресенью. С неба прийдет Христом радость всему миру, всех от благословящих Господа. Поэм воскресенье Его, распятие Бог претерпев, смерть ее смерть разрушил. Не дворише утро, я же вори, и от плеча ко мне отворена гроба. Слыша Бог от ангела во свете, пресносущего, смерть вы мечтаете, якого человека. Видите громные плены, терците и меру проповедите. Якова стал Господь умертвивый, смерть, якого есть Сын Бога, спасающий хороц человеческий. Ващий Его, дробь, не щелысь и бессмертни, но от обор разрушил и вне силу. И воскресенье, якова, победитель Христе Божия. Женам мира носится, вещавы, радуйтесь, и Твоим апостолам мир даруяй, Вашим подаяй воскресенье. Во груди плотским одежит души, якобух, Враильже с разбойником, вновь в столье был висит листец. Цемы духом вся исполняй неописанны. Слава отцу и сыну и святому духу, Яко живоносец, яко рая праздни. Во истину и чертога всякого царского показался светлещий. Рук твой, источник нашего воскресенья, Ты ныне и пресна, и во веки векове. Вышня Госудесчинная, божественная селенья, радуйся. Тогою Бога, дейся, радость Богородицы зовущей. Благословенно ты в женах и в сети, непорочная владычица. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй. Слава отцу и сыну и святому духу, И ныне и пресна, и во веки веков. Аминь. Честнейшую и хирургимой, славнейшую, Бесторг Ней на серафим. Безыстрение Бога, Слово, Родшую, Сущую, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. 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 Аминь. Сыне Божий, помилуй нас. Иисусе Христе, Спаси, Спаси нас. Сыне Божий, помилуй нас. Иисусе Христе, Божий, помилуй нас. Иисусе Христе, Спаси нас. Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. И ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Единородный Сын, и злой Божий, и бессмертный цей, И злой вы спасите нашего ради. Воплотитесь, от святые Богородицы, и пресно Девы Марии, Непреложного Человечего, и ся, Раз не свяжете с тем Божьей смертью, смерть поправы, Единцы, святые Троицы, прославляем Отцу и Святому Духу, спаси нас. Христос воскресе! Твои истины воскресе! Да воскреснет Бог, и расточатся урази Его, И добежат от лица Его ненавидящие Го. Христос воскресе! Из нертвых воскресе! Смертью смерть поправы, Исущим, 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 Исущим воробе живо дарома! Як исчезай дым, да исчезнут, Як это от воскресе! От лица огням! Христос воскресе! Из нертвых воскресе! Смертью смерть поправы, Исущим, 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 Исущим во гробе живо дарома! Так, куда погибнут грешницы от лица Божия, Праведницы да возвеселятся, да возрадуются пред Богом! Христос воскресе! Из нертвых воскресе! Смертью смерть поправ, Исущим, 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 Исущим во гробе живо дарома! В церквах благословите Бога Господа от источника израилевых! Христос воскресе! Из нертвых воскресе! Смертью смерть поправ, Исущим, 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 Исущим во гробе живо дарома! Исущим, 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 Исущим! Смерть вы, что ищите яку человека, веков, видите гробные кляны, терпите и миру проповедите, яковоста Господь, умиртливый смех, яковец, сын Бога, спасающий город человеческий. Слава Господь, святому Духу, имени плесно и вовеки веков, аминь. Отчинь его гроб смешивайся бессмертне, но от долгу разрушивайся силу, и воскресненье, яково, победительство Божие, жена мира носится вещам и радуйтесь, и твоим апостолам мир дару яй, пасшим подаяй в воскресенье. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Амни и лицей во Христа крестистейся, во Христа обликуй стейся, Аллилуйя, и лицей во Христа крестистейся, во Христа обликуй стейся, Аллилуйя, и лицей во Христа крестистейся, во Христа обликуй стейся, Аллилуйя, и лицей во Христа крестистейся, Бог Христа, облекой стесня, Аллилуйя. Прокимен глаз ой смей, Сей день Его же сотвори Господь, Возрадуемся и возвеселимся вонь. Сей день Его же сотвори Господь, Возрадуемся и возвеселимся вонь. Исповедуйтесь, Господи, века благ, века век милости Бог. Сей день Его же сотвори Господь, Возрадуемся и возвеселимся вонь. Сей день Его же сотвори Господь, Возрадуемся и возвеселимся вонь. Отео, Анна, Святого Евангелия, чтенем. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было в начале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человека. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя Ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через Него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через Него начал быть, и мир Его не познал. Пришел к своим, и свои Его не приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения от плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодать и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем, и восклицая, говорит, «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за Мною стал впереди Меня, потому что был прежде Меня. И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Его закон дан через Моисея. Благодать же истина произошли через Иисуса Христа». Слава Тебе, Господи! Слава Тебе! Христос воскресе! Во Иисусе воскресе! Избранные места из поучения о Пасхе. Святитель Григорий Низкий. Сегодня вся Вселенная, как одно семейство, собравшиеся для одного занятия, оставив дела обыкновенные, как бы по данному знаку обращается к молитве. Сегодня бедный украшается, как богатый. Богатый одевается великолепнее обыкновенного. Старец, подобно юноше, спешит принять участие в радости. И больной превозмогает болезнь свою. Дитя, переменив одежду, празднует чувственно, потому что еще не может праздновать духовно. Девственница веселится душою, потому что видит светлый торжественный залог своей надежды. Мать семейства, торжествуя, радуется со всеми домашними своими. И сама она, и муж ее, и дети, и слуги, и домочадцы все веселятся. Как новый, только что образовавшийся рой пчел, в первый раз, вылетающий из пчельника на свет и воздух, весь вместе садится на одной ветви дерева, так и в настоящий праздник все члены семейств отовсюду собираются в свои дома. И поистине справедливо сравнивают настоящий день с днем будущего воскресения, потому что тот и другой собирает людей, только тогда соберутся все вместе, а теперь собираются по частям. Что же касается радости и веселья, то по всей справедливости можно сказать, что настоящий день радостнее будущего. Тогда по необходимости будут плакать те, кои грехи обличаться. Ныне, напротив, нет между нами печальных. Ныне и праведник радуется, и не очистивший свою совесть, надеется исправиться покаянием. Настоящий день облегчает всякую скорбь, и нет человека так печального, который не находил бы утешения в торжестве праздника. Ныне освобождается узник, должнику прощается долг, раб получает свободу по благому и человеколюбивому во званию церкви. Если бы даже раб сделал много в важных проступках, которых нельзя ни простить, ни извинить, и тогда Господин его из уважения ко дню, располагающему к радости и человеколюбию, приемлет отверженного и посрамленного, подобно фараону, изведшему из темницы виночерпия. Ибо знает, что в день будущего воскресения, по образу коего мы чествуем настоящий день, он и сам будет иметь нужду в долготерпении и благости Господа, и потому, оказывая милость ныне, ожидает воздаяния в тот день. Отымите печаль у душ, удрученных скорбью, как Господь отъял умерщвление от нашего тела. Возвратите честь посрамленных, обрадуйте опечаленных, как во гробе в темных углах ваших домов, пусть для всех цветет, как цветок, красота праздника. Если день рождения земного царя отверзает темницы, то уже ли победный день воскресения Христова не утешит скорбящих? Бедные, приимите с любовью день сей, питающий вас. Расслабленные и увечные, приветствуйте день сей, врачующий ваши болезни. В нем сокрыта надежда вашего воскресения, которая побуждает ревновать о добродетели и ненавидеть порог. Ибо с уничтожением мысли о воскресении у всех будет одна господствующая мысль, «Станем есть и пить, ибо завтра умрем». 1 Коринфянам 15, 32 Истинный покой субботы, Богом благословенной, в которую Господь почил отдел своих, одержав победу над смертью для спасения мира, сей истинный покой уже кончился и усладил как взоры, так и слух и сердце всем тем, что мы при совершении торжества видели, слышали и чувствовали радостного для сердца. Ибо очи наши видели свет, сиявший от свечей, и подобно огненному облаку, носившийся перед нами в ночном мраке, слух оглашался во всю ночь словом Божьим, псалмами, пениями и песнями духовными, кое втекая в душу радостным потоком, преисполняли нас благими надеждами. И сердце наше, приходя в восхищение от слышимого и видимого, и вознося черечувственное к духовному, предвкушало несказанное блаженство, так что благо сего покоя, удостоверяясь собою в неизреченной надежде на получение уготованного, служит для нас образом тех благ. Не видел того глаз, не слышало уха, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. 1 Коринфянам 2.9 Поскольку светлая сия ночь, слившая свет свечной с утренними лучами солнца, составил один беспрерывный день, не разделенный немалым промежутком мрака, то размыслим, братья, о пророчестве, возвещающими, что день сей сотворил Господь. Псалом 117.24 Не тяжкое какое-либо и неудобо исполнимое дело заповедано в сей день, но радость и веселье. Ибо пророк прибавляет «Возрадуемся и возвеселимся воны». Какой легкий подвиг! Какое нетрудное обязательство! Кто станет медлить исполнением такого повеления? Кто не почтит, не почтет за ущерб даже малейшую отсрочку в таком занятии? «Веселье и радость!» Вот предписание! Вот обязанность! Ими полагается предел с осуждению за грех. Мудрость изрекла, что в день веселья забывают о бедствии. Настоящий день заставил нас забыть первый, произнесенный на нас приговор. Или лучше не только заставил забыть, но и уничтожил его для нас, ибо совершенно изгладил всякое воспоминание о нашем осуждении. Тогда сказано, «В болезни будешь рождать детей!» Бытие 3,16. Ныне рождение безболезненно. Тогда рожденной от плоти была плоть, а ныне рожденной от духа есть дух. Тогда мы родились сынами человеческими, ныне чадами божьими. Тогда мы не спали с неба на землю, ныне небесный соделал из нас небесными. Тогда через грех воцарилась смерть, ныне же опять получила владычество через правду. Тогда один отверз вход смерти, и ныне единым же вводится снова жизнь. Тогда через смерть мы отпали от жизни, ныне жизнью упраздняется смерть. Тогда от стыда сокрылась подспаковницей, ныне со славой приблизились к древу жизни. Тогда за прислушание изгнаны были из рая, ныне за веру вводимся в рай. Опять предложен нам плод жизни в наслаждение по желанию нашему. Опять райский источник, разделенный на четыре начала евангельскими потоками, напояет все поле церкви. И бразды, проведенные сеятелем слова в душах наших рала мучения, упитываясь оными, дают обильную жатву добродетелей. Что же после сего нам должно делать? Что другое, как не взыграть подобно горам и холмам, коим возвещал пророк, говоря, что вы прыгаете горы, как овны, и вы холмы, как агнцы? Псалом 113, 6. Итак, приедите, возвеселимся о Господе. Он сокрушил силу врага и водрузил для нас победное знамение креста, поразив противника. Воскликнем тем глазом радости, каким обыкновенно восклицают победители над трупами побежденных. Поэли купали полки вражеские, и сам, имущий державу над злым демонским воинством низложен, истреблен и обращен в ничто, то вазопием. Бог наш есть сильнейший владыка и царь великий над всею землею. Он благословил венец лета благости своей и собрал нас для сего духовного ликования о Христе Иисусе Господе, которому слава во веки. Аминь. Христос воскресе! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аминь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Христос воскресе 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 Христос воскресенье 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 Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Праздничное богослужение окончено! Христос воскресе! Христос воскресе! Продолжение следует...